здравствуйте вы на канале страна для жизни рубрика одной строкой сразу к новостям прогнать чужаков из своих городов обращение светланы тихановской ко дню воли 25 марта 1918 года была провозглашена белорусская народная республика первое национальное государство в котором был бело-красно-белый флаг герб погоня и возглас живи беларусь но чтобы праздновать этот день дальше нам с вами еще предстоит пройти непростой извилистый путь и мы пройдем его вместе видео обращение вы можете посмотреть в youtube и телеграм-канале светланы тихановской мид австралии объявил о введении санкций против лукашенко и всех его членов семьи под санкции также попали 22 россиянина среди которых руководство и редакторы организации рт фонд стратегической культуры инфорос и news front беларусь отказано в членстве в то из-за поддержки российских агрессоров в войне в украине заявление о пристановке рассмотрения заявки беларуси на присоединение к организации подписали делегации 14 членов всемирной торговой организации мы пришли к выводу что беларусь не подходит для членства вы того дальнейшем мы не будем рассматривать ее заявление о присоединении к данной организации говорится в сообщении партизаны в деле ночью под борисовом сожгли сразу два релейных шкафа с цб релейные шкафы сожгли на железнодорожном перегоне борисов новосады сегодня на свободу после 15 суток ареста вышел известный художник олесь циркунов перед освобождением его вывезли в могилёв откуда он добирался обратно в минск сам задержали олеся 10 марта в минске перед судом по делу художника и политзаключенного олеся пушкина на следующий день его осудили на 15 суток ареста за бело-красно-белую и желто-синюю ленты на одежде украины высылает почти весь персонал посольства рб в ответ на недружественные действия количество персонала посольства рб в украине сокращается до пяти человек об этом сообщил представитель мид украины олег николенко альфа банк приостановил операции по инвестиционным счетам альфабанк получил официальное уведомления от большинства своих брокеров великобритании страны ес а заморозки инвестиционных счетов доверительная управляющего зао альфа-банк связи с санкционными ограничениями что это значит для белорусов операции по инвестиционным счетам доверительного управления покупка продажи ценных бумаг также пополнение и выводы средств клиентов приостановлены. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слава Украине! Живе Беларусь!